Запомни, мой друг, любому агрегатору выгодно, когда таксист или курьер туп как семь залуп. Поэтому включай голову вместе с Экспо-парк. Вперед! В этом видео я тебе расскажу, как определять себестоимость пробега на арендованном автомобиле. Да ладно! Смотри, на самом деле все предельно просто. Ты арендуешь автомобиль по определенной денежной сумме в день. Это раз. Ты заправляешь автомобиль газом, бензином, электричеством для смены в этот же день. Два. И ты выполняешь определенное количество заказов за день. Это три. Как же понять цену твоего конкретно труда? Вот именно твоего. Сложи сумму аренды, сумму потраченную на топливо и подели на количество заказов. Определи среднее количество заказов, которые ты выполняешь в неделю. Посчитай, сколько ты потратил на топливо. Посчитай, сколько ты потратил на аренду. Разделив эту сумму на среднее количество заказов за неделю, ты поймешь себестоимость собственного пробега на арендованном автомобиле. Не забудь обязательно добавить к этой себестоимости пробега чистую стоимость заказа после вычета комиссии. Как ее считать даже до завершения заказа, я тебе рассказывал вот в предыдущем видео. Не забудь, пожалуйста, посмотреть. Ах да, и если ты железный человек, и ты не кушаешь на смене, не пьешь воду и согревающие чай, кофе, напитки, а еще если ты не куришь, и ты железный человек, то эти самые величины и себестоимости пробега ты тоже можешь не вычитать. И не забывай, для минимизации себестоимости пробега не нужно платить лишние комиссии. Зачем платить 3% с заказа, если можно платить всего лишь 3,5 рубля за грамотный качественный сервис от Экспопарка, который всегда на твоей стороне. Каким образом это влияет на твой заработок, размер комиссии, я рассказывал все в том же самом видео. Категорически рекомендую тебе на это посмотреть. Ну а на этом у меня все. Хороших тебе поездок, приятных клиентов и хороших жирных заказов. Покедова! Экспопарк. Лучшие условия для сотрудничества с Яндекс.Еда, Яндекс.Доставка, Яндекс.Такси и Яндекс.Грузовой. Ватсап 922-116-2424. Подробности в описании.